добрый день доброе время суток друзья это я с турции всем привет и что получилось что-то не можно разговаривать с этим режимом о каких реформах находишься реформ необходимо всего лишь его уже сносить этот режим он уже не работает и . это мое мнение в общем-то смотрите сейчас интервью с ботой и приятного вам просмотра я знаю о том что ты находишься сейчас в брусселе отчего почему почему не может вернуться в казахстан и кто ты и редко мила да я ты права я живу сейчас бельгии брюссель а именно в бельгии я получила политическое убежище потому что я являюсь юристом правозащитником и многие годы я занимаюсь защитой людей которых преследует казахстан по политическим причинам и так как казахстан с 2013 года начал преследовать меня мне пришлось спросить попросить у бельгии политическое убежище я его получила из того момента я же проживаю здесь брюсселе казахстан пытался меня заполучить уже многие годы пытался остановить меня чтобы я не занималась деятельностью которые я занималась они не могут не экстрадировать из бельгии они пытались меня похитить на территории бельгии всякими способами пытались остановить это у них не выше поэтому в ноябре 2017 года в казахстане арестовали моего брата искандера ерембина моего брата моего старшего брата взяли в заложники когда его арестовали ему очень четко сказали что если ты уговоришь свою сестру вернуться в казахстан то твои проблемы будут решены а мы тебя отпустим мой брат отказался его после этого начали пытать пытались заставить его чтобы он оговорил себя меня мухтара блязова он отказался это сделать и его пытали на протяжении двух с половиной месяцев это был очень тяжелый момент для нашей семьи конечно кто он такой кто он что такое за термин да мой брат мой брат признан политическим заключенным признан политить заключенным в казахстане и за рубежом политические заключенными являются люди считаются люди которые либо находятся арестованы находятся под арестом например в сизо либо уже отбывают наказание и либо их отправили на принудительное психиатрическое лечение и по политическим причинам то есть их преследуют исключительно по политическим причинам обвинения могут быть совершенно различны то есть их могут обвинять от терроризма и экстремизма до каких-то финансовых преступлений или там сфабриковать в такой стране как казахстане можно что угодно но самое главное мы смотрим на основную составляющую это по каким причинам эти люди преследуются сколько всего у нас этих людей сколько у нас политических заключенных знаешь это на самом деле не такой простой вопрос вот потому что нам надо смотреть что есть люди политзаключенные чьи имена известны чьи дела известны и таких людей я могу сказать что их больше тридцати но на самом деле людей которых преследует по политическим причинам людей которые отбывают сейчас уже какие-то сроки находятся их больше тысячи у нас казахстане людей которых преследуют по политическим причинам это очень широкая категория в эту категорию политических заключенных нужно относить также допустим узников совести таких людей которых преследует по религиозным основаниям и у нас их часто не знают их просто а на них ставят один такой большой лейбл называют их исламистами ничего о них не знают этих людей а на самом деле у нас очень большая категория людей которых преследуют их осуждают очень часто закрытыми судами и ничего о них не известно они тоже являются политическими заключенным но в силу определенных обстоятельств там очень часто в случае недостатка образования то что у них семьи достаточно закрыты они не готовы общаться с правозащитниками никто не знает об этих делах поэтому у нас у нас есть определенное количество политзаключенных о которых говорят правозащитники большое количество провели политзаключенных которые сидят в тюрьмах которые подвергаются пыткам и к сожалению них никто не знает кто они самые яркие люди кто они их имена их широкие и их какие-то истории ну я наверно начну с самого известного дело это политзаключенный мухтар джакишев его сейчас знает вся страна потому что он уже 10 лет находится заключение да это бывшие руководитель казахстан промо очень известные лицо в казахстане и просто держит можно сказать что в какой-то степени я вот провожу аналогии с делом своего брата он является заложником режима заложником режима когда дело было сфабриковано его на самом деле преследуют только по одной причине близости к политической и к мухтару облязову они они не знали как надо надавить они взяли в заложники друга в моем случае решили надавить таким способом взяли заложники моего брата то есть режим становится кровожадней и кровожадней конечно дело арона от обека тоже он он находится в заключении очень давно мне кажется 2006 года но человек в очень плохом состоянии это поэт гражданский активист его держит за то что он занимался гражданской деятельностью правозащитной можно сказать деятельностью и помогал людям у нас в алмате был такой микрорайон шамырак и он помогал жителям этого района защищать свои дома которые у них незаконно конфисковать и лишить людей а последнего а вообще надежда на какую-то нормальную жизнь а из так скажем последних дел ну вот осет абишев да это камила вот блогер как ты активный активный пользователь соцсетей да его арестовали за что за то что он а в своих постах критиковал режим и я несколько постов поддерживающие двк двк да точно так же у нас есть дело кинджибека абишева и алмата жумагулова на самом деле их преследовать начали потому что они тоже активно поддерживали в соцсетях двк но власть а к нб да они пошли дальше и они решили обвинить их в том что они разжигают религиозную ненависть да обвинить их джихадизме то есть к нб сфабриковала какое-то абсолютно странное мутное видео где люди в масках что-то там невнятное говорят на непонятном флаге и потом взяли этих ребят и за джихадизм осудили на оси на 7 лет ну я еще хочу сказать вот я когда этого говорила что политзаключенными являются не только и люди которые уже отбывают наказание так же люди которые сейчас находятся под следствием находятся в так называемом досудебном аресте и это конечно дело вот я думаю что многие слышали об этом деле деле трех мам оксана шевчук же звери гузи пида потом сейчас у нас очень большое количество людей кого преследует после митингов 1 мая для а я 9 июня у нас на самом деле очень гигантская категория людей то есть еще их не осудили но их преследует совсем недавно 8 человек из этого списка признали политзаключенными но если многие потому что них не защищают себя понимаешь они или хрущает поэтому а их делах не так известно но их очень большое количество людей преследует результате вот этих митингов ну я думаю вот эти так называемые известные дела ну я хочу сразу попросить прощения что я я не назвала очень большое количество людей очень много людей да но это просто в эфире я думаю отдельный эфир посвятить этому и рассказать о которые всегда всегда присутствуют в политически мотивированных делах причем власть их лепит очень грубо криво да это и нарушение материального права и нарушение процессуального права любой адвокат который принимает участие в политически мотивированных делах показывает вот такие стопки с жалоб нарушений но прокуратура все игнорирует а потом потому что принимается решение наверху о том что данный человек будет сидеть и все и суд просто выполняет функцию знаешь просто поставить печать на уже решенном деле как это сделать так чтобы этого не было в нашей стране знаешь камью это в авторитарных режимах всегда будут болеть заключенные потому что и это способ для любого диктаторского авторитарного режима себя защищать ему нужно всегда запугивать население всегда нужно демонстрировать что если ты будешь себя вести тем или иным образом которое им не нравится или нужно сделать пример из кого-то то людей будут преследовать по политическим причинам нас будут политзаключенные то есть как бы вкратце я хочу сказать чудо не будет правозащитники не смогут ничего сделать сами адвокатура ничего не может делать на зарбаевских судах здесь один только рецепт давайте без иллюзий нужно менять систему нужно менять режим в нынешнем режиме всегда будут политзаключенные и я еще хочу сказать не надо думать что это не коснется вот такая ситуация может прийти к любому в дом и это тоже очень часто это даже не просто политзаключенные да это может быть и просто сфабрикованное дело допустим то же самое рейдерство да или человек работает в какой-нибудь компании он может быть даже на младшим бухгалтером а случилась рейдерская атака нужно сфабриковать уголовное дело против владельца и люди идут в тюрьму и зачастую это вообще идет персонал который сотрудники организации на уровне даже секретарей не надо думать что это не произойдет пока существует нет пока нет независимой судебной системы будут политзаключенные будут сфабрикованные дела поэтому нужно менять систему скажу а почему есть люди которые не знают что что-то 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 плохое против и это вот президента первых а чего это почему почему люди не знают что политзаключенные ну по очень простой причине потому что у нас казахстане нет свободы слова потому что информация политзаключенных не доходит то есть система построена таким образом что пресса как допустим демократических странах четвертая власть так называемая она у нас полностью контролируется режима то есть она либо контролируется напрямую потому что хабар да там это все напрямую контролируется государством либо контролируется через лиц которые связаны ну с назарбаевским режимом допустим тимур кулебаев взять президента он владеет большим количеством изданий печатных в казахстане да от аиф до комсомолки то есть казахстанские издания это все контролируется тимуром да да рига многие годы контролировал хабар там нуркз не делаем рекламу я хочу сказать все все они они контролируются кем-то и поэтому они проводят только ту которая выгодно аккорде проводить все независимые журналисты они я так скажу они были уничтожены то есть они очень сильно боролись и общество когда их уничтожали общество молчало тогда еще не было социальных сетей то есть отрезали отрезали постепенно уничтожали газеты уничтожали телевизионный канал и люди забывали люди забывали прессы не было и соцсетей не было сейчас уже я так скажу сейчас произошел просто гигантские тектонические тектонические изменения да почему потому что появились соцсети сейчас каждому получить доступ к информации каждый может а дать информацию о том что происходит в эфире когда это все увидят поэтому ситуация поменялась поэтому сейчас о политзаключенных стали узнавать больше и больше я хочу сказать гигантский сдвиг произошел в течение вот прошлого года мы мы очень активно над этим работали очень активно этим работали чтобы имена политзаключенных стали всем известны мы говорили о пытках и все больше больше информации о пытках и для очень многих людей это именно является новой раньше правозащитники говорили об этом но понимаешь это нишевая вещь если ты специально не интересуешься никогда не пойдешь на сайт амнистии интернешнл или какого нибудь да да я не будешь смотреть просто у людей поэтому не по информации и поэтому не было интереса слепая уверенность близ фу игнорэнс как говорят по-английски о том что политзаключенных нашей стране нет это неправда где смотреть где вот я вот примеру хочу посмотреть там что такое свободное СМИ где как мне где это и где камил но вот сейчас реально вот так называемый казахстане находящихся свободно и больше нет казахстане они просто уничтожены да то есть веб-сайты которые находятся физически казахстане поэтому единственная вещь это соцсерии но интернет где 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 какие ресурсы и каналы есть для того чтобы посмотреть новости как бы без цензуры на сурвайву какой есть канал вода ну камил я вот единственное что я могу сказать это конечно сказать о том что существует 1612 канал да который можно найти на ютюбе просто так нужно назвать канал 1612 1612 я хочу сказать многие не знают откуда это название пошло 1612 это во первых дата декабрьского восстания 1986 года да поэтому это название оно очень символично это дата так назвали независимости казахстана да и дата же наузенских трагических событий поэтому месседж уже зашифровано в названии этого канала на ютюбе нужно просто назвать набрать канал 1612 и получить доступ к этой платформе можно это также найти на на фейсбуке телеграм к сожалению это такая площадка контролируемая российскими спецслужбами поэтому там особо особо нет каких-то вещей ну и конечно я ну как я мне придется прорекламировать да движение признанное экстремистским на территории Казахстана что с чем конечно никто нормальный человек не согласен это демократический выбор Казахстана да можно получать информацию смотреть на страниц Мухтара Аблязова жанны волонтер ДВК и регулярно там можно получать информацию о происходящем в Казахстане но я хочу сказать соцсети соцсети ютюб все что нам остается и каналы каналы телеграмм конечно это тоже давай пытками перейдем они существуют люди они в пространстве потому что мне сказали в РУВД что этого у нас такого нет вот Камила у нас такого нет вот ты все придумываешь да скорее всего люди которые которые сказали они сами отлично много раз видели были свидетелями того как людей пытают как раз ВД и местами принимали в этом участие я даже не очень спокойно могу сказать потому что это система и они все там замазаны в этом пытки у нас существуют пытки у нас на самом деле может быть появился интернет там наши чиновники одели костюмы от бриони используют пауэрпоинт делая красивые презентации для запада но сама сущность системы вот эта пенитационная она осталась гулаговской пытки у нас постоянные везде системные пытают не только политзаключенных пытают просто обыкновенных заключенных и у нас пытки начинаются просто даже с момента вот ареста человека человека сразу начинают да он попадает в эту систему он может быть подвергнут пыткам пытки не забывай бывает не только физически они же бывают и психологически это сразу начинает запугивать ему не дают доступ его начинают ломать его начинают угрожать угрожать его семье держит его как это называется инкоммуникада то есть вне доступа извините сейчас я отключу не допускает к нему юристов родственников то есть полностью дезориентирует человек это тоже является а почему люди они не осознают что заключенных нельзя пытать почему они думают о том что что а 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 в виноват почему как ты думаешь вот так почему Камила, это система, да, то есть Казахстан может там подписывать международные конвенции, там, конвенцию против пыток, быть членом организаций, даже в Конституции писать, что никто не может быть подвергнут пыткам, да, это ничего не значит, потому что это, опять-таки, система, пытки это способ контроля, вот почему происходят массовые пытки в тюрьмах, допустим, чтобы заключенные находились вот в этом запуганном состоянии, чтобы они не жаловались, чтобы они никогда не жаловались, вот представь там, какая коррупция, они все время недополучают еду, они находятся, они почти все голодные, если вот у них нету помощи от родственников, они реально это голодные люди, и чтобы они молчали и находились вот в этом вот состоянии полузомбическом и не задавали вопросы, почему у них по нормативам вот такая еда положена, а на самом деле они едят пустую баланду, которую даже свиньям невозможно дать, их нужно бить. Вот эта система, это такое понимание, следователь, который абсолютно деградировавший, абсолютно деградировавший, он имеет плохое образование, он пришел туда, чтобы подзаработать, он пришел туда, чтобы реализовать свои какие-то садистские наклонности, ему нужна раскрываемость, правильно? Он знает, что какое дело бы он не слепил, у него будет раскрываемость, начальство его похвалит, прокуратура прикроет глаза, прокуратура не будет осуществлять свои надзорные функции, она сделает все, что скажет следователь, а потом суд всегда сделает то, что скажет прокуратура. Когда вот такая круглоголовая порука существует, пытки обязательно будут, ну а в политических делах, потому что это самый простой способ выбить признание, потому что у нас до сих пор существует система, которая рассуждает по Вышинскому, сталинскому прокурору, то есть признание царица доказательства. Тебе не нужно ничего, тебе не нужны никакие улики, доказательства, а тебе нужно просто, чтобы человек сам себя оговорил, оговорил других людей, и все. Пытки это сделать человеку больно, он подпишет что угодно. Применялись ли попытки к брату, к твоему брату? Камил, да, к моему брату применялись пытки, именно как раз по этому принципу, потому что его, когда взяли, его лишили, как как бы взаимодействия с внешним миром, и его реально стали ломать. Начали это с психологических пыток, когда его просто сотрудники КНБ, массимовские люди, они его уводили в подвал в СИЗО того, который находится, и они начинали с угроз. То есть когда они пытались заставить его оговорить меня, его, то есть родную сестру, да, себя, чтобы он оговорил, они начинали с угроз, они угрожали ему, что там посадят его в так называемый гарем, знаешь, это, то есть сексуальным, физическим насилием, угрожали, что посадят нашего отца, которому сейчас 70, угрожали, что посадят сына Искандера, старшего, которому на тот момент было 20 лет, и говорили, что его посадят потом к уголовникам, которые будут его насиловать. То есть ты понимаешь, да, когда ты находишься, у тебя нет свободы, и ты понимаешь, что ты сам находишься в таком, арестован совершенно по беспределу, это реально приносит психологические страдания, серьёзные психологические страдания, это очень тяжело человеку выдержать такое. А потом начались физические пытки. Физические пытки у нас очень часто, они делают таким способом. А у нас во многих СИЗО существуют так называемые пресс-хаты. Пресс-хаты – это слово не для журналистов, да, домик для журналистов, а это место, где людей прессуют. Туда засовывают уголовников, которые уже отбывают сроки, которые уже осуждены, отбывая сроки. Они, на самом деле, сотрудничают с режимом. Это зачастую люди, которые осуждены за очень серьёзные преступления, убийства, да. И они, чтобы улучшить свою долю, они вот так работают, сотрудничают с режимом. Они получают инструкции, и они начинают человека избивать, мучить, пытать. Моего брата, и я вот пример покажу, как это, знаешь, почему это они работают в сотрудничестве. Вот, допустим, его случай, да, там у одних, когда его посадили в такую пресс-хату, у одного из уголовников был телефон, и он получал по WhatsApp инструкции, понимаешь? И время от времени ему звонил кто-то, и он говорил, да, хорошо, хорошо, так сделаем. То есть он прям реально получал инструкции. В какой-то момент, когда там, его били много раз, моего брата, но однажды его уголовник, он вытащил вот такую вот железку из нар, и хотел бить железкой, но она была тяжёлая, ему было неудобно держать. Он постучал в дверь, поговорил с охранником, и охранник принёс деревянную палку. Ну, да. Он контролировался и организовывался КМБ, да, с путниками Карима Масимова. То есть, вот это, я хочу сказать, что к моему брату применялись пытки, да, и это, о многих пытках мы узнали постфакту, потому что мы вначале не имели к нему доступа, и это всегда очень-очень-очень тяжёлый момент для семьи. И когда мои родители получили доступ к моему брату, наконец, они, он, он очень боялся, конечно, но он рассказал о том, что произошло, но, знаешь, это, к нему получила доступ моя мама. И это, вот представь взрослому сыну, да, рассказывать своей пожилой маме, что это, это, это просто, это сама пытка, это пытка не только его, это пытка для моих родителей, для всей нашей семьи. Да, 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 я понимаю. Мои родители не побоялись, они пошли на пресс-конференцию, они рассказали об этом. И когда это случилось, вот мы, у нас в семье, мы никогда не забудем этот момент. После пресс-конференции моя мама, а это было 10 января, моя мама поехала сразу в СИЗО к Искандеру, у неё был статус уже защитника тогда. И она приезжает туда, чтобы, то есть она может с ним встретиться, и Искандера выводят к ней. Он был настолько избит, он не мог идти сам, понимаешь? Выводят его избитого, у него всё перекошенное лицо, у него руки, как моя мама это описывала, как будто их под пресс поставили. Ему тяжело дышать, ему в тот момент сломали ребро, мы ещё тогда не знали. И вот у меня брат после этого, он какое-то время вообще не разговаривал. Он говорил только, когда у него спрашивали, что с ним произошло, он говорил только одно. Я упал со шконки. Что такое шконка? Шконка – это двухъярусная кровать. Понимаешь, это же невозможно упасть со шконки, иметь рассечение лицо. Позднее мы узнали обо всём, что с ним произошло. И вот его вот так вот в таком состоянии привели к матери, да, и это было что? Это было месседж. Это было, они сказали, мы его просто не убьём. Ему на самом деле в тот момент, его душили ещё в тот день, когда вот это всё произошло. И мы сказали, если твои не заткнутся, то мы тебя повесим, мы тебя задушим. И это всё будет сделано таким образом, что ты совершил самоубийство. Никто это расследовать не будет. Вот как это происходило. Скажите что-нибудь людям, которые хотят что-то сделать, но они не знают, что делать. Что им делать этим людям, которые хотят освободить Искандера, помочь вам, что им необходимо сделать? Да, на самом деле сделать можно очень многое, да. И это, сделать это не просто в случае одного дела, дела моего брата Искандера. Это называется, может помочь всем политикам, но всем людям, которых пытают. Нужно участвовать во всех политических акциях, да. То есть это, я знаю, многие боятся, особенно когда я рассказала тут, как как бы все эти истории про пытки, конечно, каждый думает, зачем мне это нужно? Но это может случиться с каждым. Это могут подкинуть вашему подростку наркотики и потом начать вымогать деньги, а его заставят оговорить себя именно вот таким вот способом, понимаете? Поэтому это на самом деле касается каждого. Я думаю, что очень важно, очень важно это, как бы участвовать в митингах протеста, участвовать вот в этих акциях, флешмобах, то есть показывать, показывать властям, что вам не все равно, что это частные случаи, а на самом деле это касается всей страны, и вам не все равно. Вот будет 21 сентября, будет проводиться митинг, и одно из заявленных тем, это будет как раз свобода политзаключенных. И я думаю, что очень важно принимать участие вот в таких митингах, и было бы очень хорошо, если вы, ребята, которые смотрите, могли бы принять участие в митинге, это они будут в митингах, которые состоятся по всему Казахстану. Я еще также хочу сказать, что можно помочь, ну, мы не просим помощи, но на самом деле очень многим политзаключенным нужна помощь, нужна финансовая помощь. Вот простые вещи, они очень часто собирают денежные средства, например, для оплаты адвокатов, да, или для покупки продуктов. То есть, пожалуйста, отслеживайте это в социальных сетях. Когда проводятся такие акции, вы можете как раз пойти на канал 1612 и узнать об этом там. И это реально простая помощь, но она очень важная и очень эффективная. Потому что солидарность здесь нужна, гражданская солидарность очень важна. Что по поводу фейковых оппозиции, фейковых, в АПИ, с Абрафановым, он тоже как бы говорит о том, что, ну, вот, типа, да, давайте, вот, все будем менять, присоединяемся к этому движению, то есть, что это такое, как отличить фейк от настоящей, реальной оппозиции? Да, это очень хороший вопрос, Камил. Надо просто понять раз и навсегда, что в Казахстане власти не позволяют оппозиции работать. То есть, у нас нет ни одной официально зарегистрированной организации, которая является оппозиционной. Если вы зарегистрировали, вы можете быть 100% уверены, эта регистрация выгодна властям, и этих людей будут использовать тем или иным способом. Это, к сожалению, это вот природа вот этого режима, да, поэтому все политические партии, вот у меня, допустим, очень часто происходят такие дискуссии, западными политиками, когда я им объясняю, что да, у нас в парламенте, допустим, у нас там, а, ну, у нас семь политических партий, да, или там какое-то количество политических партий выдвинуло своих кандидатов в президенты, да, и им просто объясняю, что если эти партии зарегистрированы, то что вы смотрите на закон о политических партиях, вы понимаете, что оппозиционной партии невозможно зарегистрировать политическую партию, ни одной оппозиции, ни одному оппозиционному движению невозможно зарегистрировать партию в таких условиях, то, значит, очень простой вывод, что все, кто находится вот в этом вот легальном, в легальной системе, то они уже являются фейковой оппозицией, да, они занимают определенную нишу и играют ту роль, которая выгодна аккорде, да. У нас очень много на Фейсбуке таких вот разных лидеров мнений, да, которые тоже там заявляют о том, что они являются оппозицией, но у нас очень просто, вот знаете, когда человек действительно что-то делает, пишет и власти чувствуют от него какую-то угрозу, этих людей начинают очень серьезно преследовать, серьезно. Начинают преследовать от родственников, на них оказывают давление, но у нас власть уже, они же тоже эволюционируют, да, они и делают большие воздействия и преследования, вот, и используют тех, кто когда-то был, ну, как бы находился в оппозиционном движении, ну, допустим, того же Касанова взять, да, то есть он как бы считался оппозиционером многие-многие годы, да, ну, вопрос о том, какую он оппозиционную деятельность осуществлял и как он вел себя в тех иных обстоятельствах, это как бы отдельная тема, как говорится, для продвинутых, ну, просто я хочу сказать, он никогда не был реальным оппозиционным кандидатом, как его пытались представить, только потому, что его зарегистрировали как оппозиционного кандидата, это уже простой-простой вам признак, вот. Нет, да. Поэтому сейчас оппозиция, ну, если честно, вот, активно и системно работает только одно движение, демократический выбор Казахстана, и это не политическая партия, это, потому что, как я сказала, политическую партию невозможно иметь в Казахстане, это именно движение, к нему могут присоединяться любые граждане Казахстана, могут присоединяться даже организации. И здесь неважно, коммунисты или либерал, или у тебя там какие-то, или неопределившиеся, но ты просто чувствуешь несправедливость этого режима, и ты хочешь другое будущее для своих детей, то пока это единственная организация, да. А вот скажите, вот по поводу... Ну, любая... Вот, крючка! Заливает... Окей... Это надо? Это надо? Камила, ты не можешь повторить? Бежал, сильное отставание было, я не услышала вопрос. Скажи, вот... Вот... По поводу... То, что... 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 Что он там... Заливает... Я вот... Аппозиционер, и... И я вот... Вот... Выехал из... Казахстана... Вот там... Меня... Преследователь... Преследователь... Кто он такой? Нет... Кто... Нарубай! Ты не можешь повторить... Ты спросила... Преследователь... Ай! Продолжение следует... Продолжение следует...